здравствуйте дорогие семиклассники я рад приветствовать вас на сегодняшнем уроке уверен в том что сегодняшний урок принесет нам всем радость пусть на сегодняшнем уроке вам помогут ваша сообразительность смекалка и те знания которые вы уже приобрели в ходе нашего урока мы ответим с вами на следующие вопросы каковы особенности употребления и правописания имени числительного и глагола каково значение слова безалаберный и в каких случаях говорят без царя в голове и почему нужно учиться задавать вопросы и начнем мы с вами с традиционной рубрики слова дня обратимся к толковому словарю который дается у вас в конце учебника и сегодняшнее наше слово безалаберный безалаберный бестолковый и беспорядочный давайте приведем пример предложения с этим словом нитка спуталась в ком напоминающий гнездо какой-то безалаберной птицы сейчас приведем синонимы к слову безалаберный синонимами будут слова бестолковый беспорядочный непутевый легкомысленный антонимы аккуратный дисциплинированный усидчивый я родился 9 марта 1994 года работаю в 17 школе с 2016 года мой кабинет номер 24 находится на третьем этаже я считаю что один в поле не воин что только вместе можно добиться результатов верю в том что за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь нужно ставить перед собой четкие цели и последовательно решать задачи я на седьмом небе от счастья когда все 35 человек в седьмом классе хорошо работают на уроке но для этого приходится работать до седьмого пота какой частью речи изобилует текст вы наверное уже догадались какой части речи мы начнем сегодняшний урок это имя числительное мы постоянно с вами что-то считаем минуты часы количество прочитанных страниц число забитых голов на футбольном поле и нам постоянно необходимы числительные они таят столько загадок сейчас пожалуйста выпишите из моей речи имена числительные но используйте не математику а грамматику внимание на экран проверьте предлагаю сейчас вспомнить морфологический портрет имени числительного и охарактеризовать выписаны нами слова имена числительные делятся на два разряда количественные и порядковые давайте распределим выписаны и числительные по этим двум разрядам количественные 24 1 за двумя ни одного 35 порядковые 9 1994 17 с 2016 на третьем на седьмом седьмом до седьмого количественные числительные в отличие от порядковых делятся на целые дробные и собирательные все выписаны нами числительные являются целыми поэтому для двух других групп мы приведем свои примеры целые количественные числительные и порядковые числительные могут быть простыми и составными а порядковые еще и сложными давайте распределим имена числительные из моей речи по группам целые количественные числительные целые количественные числительные простые 1 за двумя ни одного составные 24 35 порядковые простые 9 на третьем на седьмом в седьмом до седьмого сложные 17 составные 1994 с 2016 количественные числительные числительные могут изменяться по падежам а порядковые по родам числам и падежам сейчас прослушайте небольшой текст и скажите о каких свойствах числительного идет речь внимание на экран улан читает вслух какой-то рассказ в комнату входит старший брат улана студент будущий учитель русского языка он слышит только последнюю фразу которую прочитал улан двое заколачивали щели новыми досками шестеро удерживали их веревками уверен что среди восьмерых работавших не было ни одной женщины сказал брат улан удивленно посмотрел на него точно но как-то догадался ведь ты не читал рассказ нет не читал а секрет тут простой в этой фразе упоминаются необычные числительные которые имеют одну особенность итак дорогие семиклассники а какой особенности идет речь об особенностях склонения собирательных числительных а сейчас давайте просклоняем по падежам числительные 24 с 2016 именительный падеж именительный падеж 24 родительный падеж двадцати четырех дательный падеж двадцати четырем винительный падеж двадцать четыре творительный падеж двадцатью четырьмя предложенный падеж от двадцати четырех именительный падеж две тысячи шестнадцать родительный падеж А сейчас давайте прочитаем предложение из ученических работ и посмотрим, все ли там написано правильно. Если нет, то давайте наведем порядок. Внимание на экран. Первое. Нас семь в одной квартире. Вот так и живем. Седьмое. Продано пятьсот сорок трое санок. Итак, исправим ошибки вместе. Первое. Сестер у Пети только две и обе окончили школу с золотой медалью. Второе. Четыре студентки получают повышенную стипендию. Третье. Договор подписан обеими сторонами. Четвертое. У меня есть два попугая. Пятое. Мы ехали пять дней. Шестое. Нас семеро в одной квартире. Вот так и живем. Седьмое. Продано пятьсот сорок три штуки санок. Сейчас вы подумайте и подберите глаголы из данного списка. Можно, конечно, добавить и другие свои глаголы, которые нам помогут вспомнить грамматические, морфологические признаки имени числительного. Итак, я выбрал следующие глаголы, которые помогут мне вспомнить. Обозначает число, количество, порядок предметов при счете. Отвечает на вопросы, сколько, который. Делится на два разряда – количественные и порядковые. Изменяется по падежам – количественные, по родам, числам, падежам – порядковые. Является любым членом предложения. Сочетается с существительными, местоимениями, глаголами. Употребляется в устной и письменной речи. Итак, мы незаметно подошли к другой части речи, которую сегодня вспомним. Какую? Хм… Это глагол. Глагол – великий труженик. Основная его обязанность в речи – выражать различные действия. Чувства, движения, отношения друг к другу, различные звуковые явления. Все подвластно глаголу. Обо всем он может рассказать. Вот зачем нам нужно знать о глаголе. А сейчас давайте прочитаем отрывок из беседы с читателями педагога, журналиста и писателя Симона Львовича Соловейчика на тему «Учение с увлечением». Найдите слова, в которых автор объясняет, что значит «думать». Объясните, как Соловейчик связывает понятие «думание» и «внимание», «думание» и «интерес». Что советует автор, чтобы у человека возникли «внимание» и «интерес»? И к какому типу речи относится этот отрывок? Итак, слушаем. Быть внимательным, слушать с интересом – это значит думать о том, что рассказывают. А думать – значит задавать вопросы и отвечать на них. Слово «думать» означает только одно – искать вопросы, потом искать ответы на них. Нет вопросов – не было никакого думания, была лишь для человека сладкая дрема ума. Если вопросов нет, если вам все понятно, значит вы плохо думали на уроке, значит были невнимательны, даже не спуская глаз с учителя. Чтобы развить свою способность к произвольному вниманию, прикажите себе «После скучного урока я должен задать учителю два-три неглупых вопроса». Тот, кто сделает это, может и не беспокоиться о внимании, он будет слушать учителя, не пропуская ни слова. Если вы стесняетесь задавать вопрос вслух на уроке или после урока или почему-либо находите это неуместным, запишите их хотя бы в тетрадке. По типу речи – рассуждение. Автор дает нам интересный совет – научиться задавать вопросы и отвечать на них. Как вы думаете, зачем это делать? Чтобы научиться быть внимательным, чтобы научиться думать. Оказывается, думанию надо учиться. По соловейчику думать – значит задавать вопросы и отвечать на них. Попробуем применить совет на уроке. Определите, в каком наклонении употреблено большинство глаголов в этом рассуждении. В изъявительном. А какие глаголы употреблены в повелительном наклонении? Прикажите, должен задать, запишите. Какой совет выражает автор с их помощью? Чтобы развить свою способность к произвольному вниманию, прикажите себе. После скучного урока я должен задать учителю два-три неглупых вопроса. Если вы стесняетесь задавать вопросы вслух на уроке или после урока, или почему-либо находите это неуместным, запишите их хотя бы в тетрадке. А теперь проверим вашу внимательность. Вставьте пропущенные глаголы и определите спряжение. Проверьте, вот что у меня получилось. А сейчас, дорогие семиклассники, давайте рассмотрим схему и ответим на вопрос. Когда глаголы бывают переходными, а когда непереходными. Внимание на экран. Переходные сочетаются с именами существительными, числительными и местоимениями в именительном падеже без предлога. Например, водить машину. Её. Винительный падеж без предлога. Пишу письмо. Его. Винительный падеж без предлога. Имена существительные и местоимения могут стоять в родительном падеже при отрицании или указании на часть предмета. Например, не читал книгу. Отрицание. Винительный падеж без предлога. Не выпила молока. Обозначает часть. Винительный падеж без предлога. Непереходные. Это все остальные глаголы. Например, поехать в каракол. Или же посмотреть на костюм. Это все возвратные глаголы. Например, собираться в путь. Или же умываться в речке. А теперь, следуя рассмотренной схеме, выпишите из текста глаголы. В один столбик переходные, а в другой столбик непереходные. Итак, внимание на экран. Проверьте. Дорогие семиклассники. А сейчас пришло время подвести итог сегодняшнему уроку. Но подведем мы его по-особому. Составьте, пожалуйста, синквейны на рассмотренные нами части речи. Имя числительное и глагол. Схему синквейна вы сейчас видите на своих экранах. Вот что у меня получилось. Числительное, самостоятельное, важное. Склоняется, уточняет, сочетается. Служит для обозначения количества и порядка предметов. Часть речи. Глагол. Спрягаемый, переходный. Устанавливает, передает, совершает. Делает речь четкой действия. А своими синквейнами вы можете поделиться в нашем сообществе ВКонтакте «Русский язык в седьмом классе Кыргызстан». Ну что ж, дорогие семиклассники, а теперь пришло время записать домашнее задание. Все внимание на экран. Сделайте, пожалуйста, морфологический разбор слов из нашего урока. 25 и торопиться. И перед тем, как закончить наш сегодняшний увлекательный урок, мы обратимся с вами к традиционной рубрике «Тайны русского языка». И сегодняшняя наша пословица «Без царя в голове». Фраза произошла от знаменитого выражения «У каждого свой царь в голове». Здесь царь – это ум, разум. С давних пор царь на Руси был не просто мудрым человеком, а ставленником Бога на земле, который по определению не мог быть глупым. Он был образцом рассудительности, мудрости и справедливости. Считалось, что если бы не было царя, не было бы и страны. Следовательно, если нет царя в голове, то у человека не будет самоконтроля, рассудительности, и он не сможет стать достойным членом общества. Значение фразы «глупый», «беспечный», «недалекий человек», действия которого не поддаются логике. На него нельзя полагаться и доверять важные дела. А я вам советую регулярно выполнять домашние задания, учить, быть внимательными, слушать с интересом, думать, чтобы не быть без царя в голове. Ну а на сегодня наш урок подошел к концу. Я вам всем желаю удачи, успехов. До встречи на уроках русского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова